Привет, народ! Это Тостер. Мы рассказываем об интересных технологиях, которые делают нашу жизнь легче. И в этом видео будем говорить, ну да, о них, о роботах для мытья окон. Как будет строиться видео? Все просто. Мы расскажем, какие вообще бывают типы этих роботов, их немного, как это все устроено, как это все работает. Протестируем эти роботы, да, вот эти технологии. И дальше в финале сделаем выводы, что для чего нужно, для кого пригодится. Вот такие блоки. И сразу хочу сказать, что мы это видео строим на примере двух моделей. Это модель SkyWiper от Redmond и Hobbit 298. Но это не соревнования брендов конкретных. Мы их взяли, чтобы на их примере именно показать, какие бывают технологии. Мы не заклеиваем бренды. Вот долго думали, заклеивать или нет. Решили не заклеивать, потому что, ну, никогда мы их не заклеивали у нас на нашем канале. И ссылки на эти конкретные модели мы поставим в подпись и к видео. Ну, давайте сначала разберемся в типах. Вот возьмем робот такой квадратный. Собственно, когда, если вам говорят, что существуют роботы-моющики окон разных типов, это немного лукавство. На самом деле тип 1 и устройство, в принципе, у них одно. Здесь внутри, что здесь, что здесь, вакуумные насосы, электромотор. Собственно, обеспечивается продукт воздуха. И робот, что этот, что этот, они присасываются к какой-либо поверхности. Но здесь присасывается он средней частью вот этой. По краям здесь вот моющая салфетка. И вот в данном случае он на гусеничном ходу, да, есть такие же роботы, где используется колесный ход. И вот гусениц помогает ему передвигаться. И микрофиброй он протирает, собственно, окна. Здесь есть датчики различные, которые помогают роботу, ну, ориентироваться в пространстве. Ну, в частности, если взять вот эту модель, здесь есть еще лазерные датчики, которые, опять же, делают его, ну, более умным, что ли, да, в контексте перемещения. Робот видит препятствия, может, должен понимать, когда у него заканчивается поверхность какая-то, которую он моет, очищает. И это, в частности, должно ему давать возможность обслуживать, мыть какие-то стекла, окна, витражи и без рам. Да, в всяком случае, производитель об этом говорит. Попробуем потом посмотреть, как это. Что касается этого робота, то здесь, в общем, все то же самое, ну, почти то же самое. Тоже вакуумный насос, тот же электромотор все это обеспечивает. Но он передвигается по-другому. Здесь один сегмент работает на всасывании, а другой вращается. И вот таким образом подобные роботы передвигаются. Это несколько снижает качество уборки в углах. Ну, это вообще известный факт. На самом деле, есть мнение, что вот такие роботы в углах окон убирают хуже, а вот такие лучше. Это все не совсем так. На самом деле, в углах обычно остается и в том, и в другом случае. Но мы это сегодня еще проверим, потому что у нас будет тест. Вот, собственно, и вся история. И, как видите, оба робота имеют электрическое подключение. Если я уберу сейчас этот провод какого-нибудь из роботов, у любого, то с роботом ничего не случится. Он останется на стекле, потому что что здесь, что здесь. Ну, давайте для демонстрации здесь тоже уберу. Что здесь, что здесь есть встроенные аккумуляторы. То есть, если подача электричества из-за чего-то закончится, то робот будет висеть у вас на стекле еще минут 15-20. И вот так подавать звуковой сигнал, чтобы вы его спасли. Да, вот эта история есть. В некоторых источниках я видел информацию, что эти роботы аккумуляторные, они могут вот этот аккумуляторный заряд использовать непосредственно для чистки стекла. Но я, честно говоря, таких роботов не встречал. Если вы знаете модели, то пишите в комментариях. Комментарии, они же не только для нас, а еще и для тех людей, которые приходят посмотреть видео, читать комментарии. И из них можно много чего интересного подчеркнуть. Так что пишите. Еще несколько моментов, которые хотелось бы обозначить и светить. Ну вот в руках у меня смартфон и пульты дистанционного управления. Реально можно управлять даже тремя способами, современными роботами. Можно просто на кнопку нажимать, вот здесь на корпусе, и здесь, и здесь есть. Это просто авторежим запускается. Авторежим – это комбинация нескольких алгоритмов уборки. Обычно это Z-образное и N-образное передвижение по поверхности, и вот роботы комбинируют. Другая история – это пульты дистанционного управления. Да, вот что здесь, что здесь. Ими можно, собственно, управлять и как-то изменять движение, и включать тот алгоритм, который нужен, который вы считаете там наиболее подходящим, вот исходя из опыта уже использования. Что касается вот хобота, здесь еще есть кнопочка, которая заставляет его мыть окна в два раза, то есть проходиться по два раза. Не один раз проетесь, а два раза. Ну, это история, вот если нужно более тщательное мытье. И, естественно, есть еще смартфонное управление. Вот и в том, и в том случае, да, и в случае с Redmond, и в случае с хоботом, есть мобильные приложения, которые позволяют легко управлять этими роботами. Так что это достаточно удобно, и пульты, в общем, даже не требуются. Но есть роботы, которыми можно управлять через мобильное приложение, есть те, которыми нельзя, у которых есть только пульты и кнопки. Это уже зависит от стоимости, да. Еще один интересный момент, он касается вот влажной уборки, влажной протирки. У таких роботов здесь, если вы хотите влажную уборку, вам придется вручную смачивать вот эти салфетки из микрофибры. Да, смочили немножко и отправили робот. Лучше смачивать именно салфетки, а не поверхность, ну, потому что так должно оставаться меньше разводов. Что касается вот таких роботов, то, ну, они тоже есть без системы смачивания. Но мы взяли довольно продвинутую модель хобота, 298-ю. И здесь у него есть специальный резервуар, куда можно наливать воду или моющее средство. И здесь происходит ультразвуковое распыление. То есть такой мельчайший туман, он подает на стекло, и вот таким образом осуществляется влажная уборка. Мы все это сегодня тоже проверим, посмотрим, как это в деле реально работает с настоящими окнами. Еще вы видите вот эти тросики, которые у них висят. Это страховка, это безопасность. Когда моете окна, обязательно пристегиваете к чему-то робота, чтобы, ну, вот мало ли что, чтобы, если он вдруг отвалится у вас от стекла, он все-таки никуда вниз не улетел и остался с вами. И еще, если робот у вас где-то высоко, далеко остановился, вы не можете его достать, вам этот трос поможет, потому что за трос можно аккуратненько робота подтянуть к себе. Да, вот эта история работает, и дальше потом снять. Ну и дальше тестируем роботы для мытья окон. Условия такие. У нас есть вот наши офисные окна, они одинаковые. Каждый робот будет мыть свое окно, и он будет мыть его с другой стороны, но с наружной стороны, что, в общем, довольно естественно. У нас, опять же, естественные такие природные загрязнения, вот то, что с улицы нанесло, скажем так, то они будут отмывать какого-то суперэкстрима, мы не стали делать все по-настоящему, все как в жизни. Как будет строиться тест, что нам интересно узнать? Мы заставим их два раза помыть одно и то же окно. Первый раз на сухую, как рекомендуется, а второй раз сделаем уже влажную уборочку. И еще второй момент, который нас интересует, это время, за которое каждый робот уберет, ну вот, одно окно, да, сколько ему потребуется времени. Напомню, это не битва брендов, не Redmond против Hobot, это видео о технологиях. Мы рассказываем, показываем, как современные роботы могут мыть окна и что из этого получается. Поехали! Несколько слов, самое главное, о роботе Hobot. По информации производителя, он рассчитан в том числе и на большие площади окон. Он очищает поверхность в два прохода. Это разная траектория работы, Z-образная и N-образная. В авторежиме они сочетаются. У него два лазерных датчика. Они проверяют наличие поверхности перед роботом. Один квадратный метр этот робот очищает за 2,4 минуты. Это информация производителя. Ультразвуковой дозатор, распылитель, моющее средство или вода превращается в туман. Частицы размером около 15 микрометров. Так, качество мытья лучше и меньше разводов. Плюс такое распыление, это экономия моющего средства. Еще он может очищать кафель и разные другие поверхности. Не только окна. Длина провода 5 метров, плюс 1 метр кабель от розетки до адаптера. Главное про Redmond. Он моет оконные стекла, витражи, зеркала, кафельную плитку и даже столы, по информации производителя. Средняя скорость уборки мытья 1 квадратный метр за 2,5 минуты. Есть датчик препятствий, наличие поверхности не натыкается на рамы. Однако, если нет ограничений, то есть рама может изострять или упасть. Не рекомендуется такое использование. Кроме того, не используйте на поврежденных поверхностях, но это актуально для всех таких роботов. Он должен удалять разводы от осадков и пыль. Длина провода 4 метра. Так, ну вот смотрите, что у нас получилось. На сухую робот закончил убирать, и он совсем не поднялся вот сюда. В верхнюю часть окна она осталась грязной. Здесь все вытер, а здесь нет. Почему так, не знаю. И посмотрим, сейчас будет влажная уборка, посмотрим, что дальше. Может быть, он все-таки доедет до верха. А вот распыления у него нет. И для влажной уборки поверхность или салфетки из микрофибры нужно смачивать. Ну что, в финале, как я люблю говорить, вы все видели сами, вы видите, правда, все сами видели. Так что пишите в комментариях ваше мнение вот об этих технологиях, об этих роботах. Что касается моего мнения. Но по качеству мытья окон у меня нет претензий, они нормально оба справились. Да, там где-то что-то в уголках около рам чуть-чуть осталось, но это вот если вы супер-перфекционист, тогда вас расстроит. Если спокойнее к этому относитесь, то все будет нормально. Но у нас простые окна. Вы, наверное, заметили, наши окна мыть несложные, у нас идеальные условия. Если окна сложнее, там будет другая история. Еще момент, который я заметил, это вот момент с распылением моющего средства. Ну, у этого вообще его нет, да, вот так вот брызгаешь. Здесь-то есть, но когда он моет окна вот на улице, то часть моющего средства улетает. Улетает, вы дарите его матушке природе. Так что вот некий перерасход, может быть, в такой степени есть. По времени мытья квадратный оказался быстрее. 5.17, здесь 6.49. Вроде бы разница, но с другой стороны, какая вам разница дома? Кто там за сколько помоет, вам же главное результат. Так что тут, ну, такой момент. Мне, наверное, все-таки немножко побольше понравился квадратный робот. Такое субъективное ощущение, да. С ним еще есть момент универсальности. Он может мыть разные поверхности, в том числе и вот неограниченные, то есть без рам. Вот здесь с этим гораздо хуже. Мы так немножко протестировали и поняли. Так что вот так. Ну, еще раз повторюсь, свое мнение высказывайте в комментариях. Это тостер, здесь все самое интересное о домашней технике. Подписывайтесь, ставьте лайки. И мойте окна так, как положено в 21 веке. Высокотехнологично. Пока!